Нормально. Все, отпускаем. Все, работаем. В 2006-м Данил Филатов играл в хоккей за школьную команду. Только спустя несколько лет он вспомнит, что события тех лет предопределили его карьеру. Турнир «Золотой шайбы» приехали снимать репортеры. Процесс съемки так заинтересовал 12-летнего мальчишку, что он решил, с чем свяжет свою жизнь. Я пошел учиться уже после школы в институт на кинооператора. И вот на данный момент я работаю сейчас на телевидении. Как бы мечта сбылась. Случайность это или звезды так сошлись, Данил не думает. Главное, о своем выборе не жалеет. Повторение определенных событий в жизни страны и людей происходит не просто так каждые 12 лет. Именно через столько времени планета Юпитер совершает полный оборот вокруг Солнца и возвращается на то же место. Поэтому еще в Древней Персии считали, что каждые 12 лет человек духовно возрождается и готов к новым планам и достижениям. Сейчас на данный момент Юпитер находится в знаке Скорпиона. Эта тенденция расширяет нам возможности для кредитования, возможности для использования чужих финансовых средств. Также заставляет, побуждает быть более внимательным к страховым взносам. И внимательнее к своим деньгам. Если посмотреть на события с периодичностью в 12 лет назад, можно говорить о финансовых потрясениях в стране и мире. 1994 год. Расцвет МММ. Люди скупают акции, которые дорожают каждую неделю, а позже остаются ни с чем. На ММВБ был зафиксирован ажиотажный спрос на доллары. Черный вторник 1994 за день. Курс рубля упал на 25%. Цены в магазинах скачили вверх, а финансовое руководство страны было отправлено в отставку. И в 2006 курс доллара резко упал. Вновь биржевая паника. А вот стоимость барреля нефти, на удивление, в 2006 и в конце этого года практически одинакова. Давай вот это сначала, потом съемку. Наталья Сагитова в 1994 определилась с местом работы. В милицию она пришла после института. В 90-х ни одно криминальное событие не прошло мимо ее репортажа. Тогда Казань захватила волна ОПГ. Но те времена запомнились пресс-секретарем МВД еще и личными событиями. В 1994 году я познакомилась с твоим будущим мужем. Просто случайно в компании общих друзей. И вот до сих пор мы живем вместе. Демографическая ситуация в стране решается тоже с удивительной периодичностью. В 2006 было принято решение выплачивать мат-капитал за второго ребенка. А через 12 лет использовать его можно и на ежемесячные пособия до полутора лет. Год собаки, похоже, волнует денежный вопрос. 12 лет назад в оборот ввели пятитысячную купюру. А уже в следующем году мы сможем расплачиваться снова новыми номиналом в 200 рублей и 2000. Ну а наши герои тоже ожидают перемен в свой год рождения. Так Данил хочет воссоздать хоккейную команду и снова встать на лед. Анна Городнова, Рина Цаффин, ТНБ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин